Два года жители нескольких домов в разных районах Хакасии платили лишние деньги на компремонт. Оказывается, их дома были признаны аварийными. В этом случае никаких отчислений не должно быть, ведь дом идет под снос. Виктор Лушников продолжит. Двухэтажный брусовой дом в центре Беи. С виду достаточно еще добротное строение, но внутри хорошо видно, что дом непригоден для жилья. Брус начал гнить, и процесс этот уже необратимый. Грибок и плесень проявилась на внутренних стенах буквально через несколько дней после косметического ремонта. Пошел сильный дождь в этом летом, стала стена прогнивать, стали появляться черные пятна. Постоянно мокнет здесь, как дождь, так мокнет. Примерно такое же положение и в других семи квартирах. Из-за повышенной влажности и деформации стен отваливается штукатурка, провисают потолки, корежит пол. Не зря этот сравнительно молодой дом комиссия признала аварийным. Признать-то признали, но в фонд капитального ремонта эти сведения не поступили. И людям продолжали исправно начислять взносы. За два года вышла приличная переплата – по полторы-две тысячи на квартиру. Жильцы пожаловались, и этим фактом заинтересовалась прокуратура. В ходе проверки нашли еще несколько домов – всего 14 в разных районах республики. В связи с этим прокуратуре республики в адрес регионального оператора было внесено представление, которое было рассмотрено, удовлетворено, и было прекращено начисление взносов на капитальный ремонт этим жителям. В квитанциях исчезла строчка капремонт, но надо бы вернуть переплату. Это, оказывается, можно сделать только через суд. Я не знаю, кто написал заявление, кто начал, но нам позвонили, сказали, что будете дома, приедет прокурор к вам. Вот он приехал, и нам объяснил, что мы неправильно платили, что нам не надо было платить, что давайте напишем заявление, но мы заявление написали, он сказал, что все остальное я там дальше буду, как сказать, пробивать. Все, и вот, пожалуйста, быстренько пришли уже собака нас в прокуратура документы, что присылайте лицевые счета, что мы вам вернем деньги. Первые восемь исков уже в работе. Теперь задача жильцов – быстро собрать документы и отправить их в суд. Переплату вернут. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия.